За последние 15 лет количество людей с диабетом во всем мире увеличилось вдвое. В рядах сахарной армии несколько сотен миллионов человек. 90% заболевших приходится на диабет второго типа. Противник, который долгое время сидит в засаде и бьет в самый неожиданный момент. Можно ли победить недуг? Будем разбираться вместе. Диабет второго типа называют болезнью цивилизации. С развитием технологий мы стали меньше двигаться и больше есть. Устоять перед гастрономическими соблазнами все сложнее. К тому же, будем честны, мы не очень-то и сопротивляемся. Пищевые привычки – наше все. А в это время глюкоза ставит рекорд за рекордом в нашем организме. 7 ммол на литр натощак и выше 11 в течение дня. При норме от 4,5 до 5,9 ммол на литр. О том, что его внутренняя система дала сбой, бывший военный Анатолий Гонопольский узнал 20 лет назад. При ежегодном медицинском осмотре сдаются анализы. И в результате анализ крови показал повышенный уровень сахара. Врачи рекомендовали перейти на медикаментозное лечение. При диабете второго типа поджелудочная железа еще вырабатывает инсулин. Однако работает она не так эффективно. Чтобы открыть доступ к глюкозе клетки, требуется уже не одна молекула инсулина, а несколько. Но их нет. И остатки сахара накапливаются в крови, вызывая гипергликемию. Причем случается она не только после приема пищи. Если диабетик не ел больше 8 часов, цифры на глюкометре его также не обрадуют, что и происходит утром натощак. Чаще так оно и бывает. Люди обследуются по какой-то причине другой, не связанные с нарушением обмена веществ. Мы у них видим повышенные цифры сахара. И тут самое главное, чтобы он все-таки эти цифры правильно воспринял. Потому что зачастую нам пациенты говорят, да, это я что-то не то съел, да, это ваша лаборатория неправильно показывает. Я потом пересдал, потом был нормальный, и не обращают на это внимания. А состояние уже прогрессирует. Болезнь развивается. Заболевание развивается не один месяц и даже год. Но все это время вы не чувствуете никакого дискомфорта. В зоне риска люди от 16 до 54 лет. Все, кто имеет лишний вес и плохую генетику. Если сахарным недугом страдает один из родителей, вероятность передачи болезни по наследству – 80%. Если оба – все 100%. Миф второй. Будешь налегать на сладкое – заболеешь диабетом. Не совсем так. Чрезмерная любовь к сладкому скорее скажется на вашей фигуре, ведь все эти пирожные, торт и шоколад состоят из быстрых углеводов. Для организма это самая настоящая калорийная бомба. И чем чаще происходят сладкие атаки, тем дальше от идеальной цифры стрелка весов. А вот уже набранный с таким удовольствием жирок и наследственность провоцирует повышение сахара в крови, что и приводит к диабету второго типа. Если мы выявили сахарный диабет и начали его лечить, то его нужно сразу лечить хорошо и сразу пытаться достичь хороших, то есть мы говорим целевых, уровней сахара. Если мы не снизили глюкозу сразу, если пациент принимает препарат и думает, что он же лечится, но не достиг нормальных цифр глюкозы, то потом, чем дальше, чем дольше он ходил декомпенсированным, тем сложнее потом уже в дальнейшем достичь нормальных цифр сахара. Промедление опасно, срабатывает метаболическая память. Клетки сетчатки глаз, почек, нервные волокна и ткани запоминают высокий уровень глюкозы и воспринимают его как норму, в ущерб себе. И переубедить организм в обратном сложно. В результате и без того несладкий диагноз приводит к серьезным последствиям – инфарктам, инсультам, почечной недостаточности, гангренам стоп. Пациенты поступают в разное состояние тяжести. Есть и пациенты, которые рано беспокоятся о своем здоровье, приходят, когда у них только появляется нарушение чувствительности, когда еще нет сосудистых нарушений, нет трофических язв. В ряде же случаев пациенты приезжают, когда у них уже развились серьезные гнойно-некротические дефекты с угрозой для потери конечности. В тех случаях, когда уже развилась влажная гангрена, безусловно, мы можем оказать только одну помощь – произвести ампутацию конечности для того, чтобы сохранить жизнь. Но даже статистика смертности от осложнений диабета 100 тысяч россиян ежегодно не сразу способна убедить человека изменить своим привычкам. В первую очередь необходимо понять, что дисциплина в данном случае не является чем-то ограничивающим. Это скорее произойдет за какое-то определенное количество времени, но тем не менее постепенно человек к этому приходит, и он принимает, что ему необходимо отслеживать рацион питания, контролировать сахар крови. И постепенно он к этому подходит и понимает, что от этого зависит его состояние, в том числе психологическое. Чем быстрее вы разработаете тактику ведения боя с сахарным противником, тем больше шансов на успех. Прививкой от сладкой болезни будет спорт. И хотя совсем прогнать коварного лазутчика у вас не получится, вы сможете держать его на расстоянии. Достаточно сбросить ненавистные килограммы. Физическая нагрузка для диабетчика – это хорошая возможность снизить артериальное давление, снизить сахар в крови и какое-то время сохранять этот успех после тренировки. Что немаловажно, занятия с персональным тренером позволяют также правильно дать нагрузку на суставы и на мышцы. Нагрузка должна соответствовать вашему возрасту и состоянию здоровья. При уровне глюкозы выше 12-13 ммл любые физические нагрузки исключены. В этом случае эффект будет обратным – сахар только вырастет. Кроме того, гипергликемия в сочетании с занятиями спортом увеличивает нагрузку на сердце, что вдвойне опасно. Любая физическая нагрузка требует разминки. В данный момент мы растягиваем заднюю поверхность бедра, мышцы спины и подготавливаем организм клиента к дальнейшей физической силовой нагрузке. Следующее упражнение мы тоже выполняем в качестве разминки. Это кардионагрузка. Позволяет повысить пульс примерно 100-110 ударов в минуту. Это хорошая подготовка именно сердечной мышцы в дальнейшей работе. В следующем упражнении мы прорабатываем мышцы бедра, ягодичные мышцы. Также за счет тренажера идет проработка мышц стабилизаторов, идет активное выведение из равновесия. Соответственно, идет хорошее восстановление и укрепление коленного сустава, голеностопа. В данном упражнении мы прорабатываем мышцы спины, именно широчайшую мышцу. Плюс этого упражнения в том, что позвоночник здесь находится в безопасном положении. За счет резины идет очень хорошая эластичная нагрузка мышц. Чуть-чуть корпус пониже и лопатки сильнее сжимаем, разворачиваем плечи. Все мышцы, которые мы потренировали, мы можем восстановить, размять. Это очень тоже полезно и необходимо делать после каждой силовой нагрузки. В данный момент идет выведение молочной кислоты. Это те продукты, которые образуются во время работы мышцы. Соответственно, идет восстановление мышцы после тренировки. Идет прямой лимфодренаж, отеки уходят. Ну и боли мышцы, соответственно, в следующий день меньше. Сахар понижается после любой физической нагрузки. Ну а здесь, как вы видите, что довольно достойная и приличная физическая нагрузка. После тренировки и восстановительного массажа чувствуется прилив сил, заряд бодрости и позитива. Второй способ привести сахар в норму – диета. Обращаем внимание не только на размер порции, но и на качество содержимого. Супруга готовит, в основном перешла на приготовление диетических продуктов. То есть она полностью, поскольку она медицинский работник, поэтому она полностью поддерживает мнение врачей. Гликемический индекс показывает, как наш организм реагирует на тот или иной продукт. Чем больше в нем быстрых углеводов, тем выше скачок сахара в крови. Максимум 100 единиц – это чистая глюкоза. В красной зоне – финики, белый хлеб, мед, каша быстрого приготовления, молочный шоколад, сладкая газировка, белый рис и сахар. В желтое – то, что можно включать в рацион, но не часто. Это варенье, джемы, мармелад, овсянка, майонез и кетчуп. В зеленые – апельсины, яблоки, фасоль, орехи, томаты, огурцы, молоко, зелень, цветная капуста и горький шоколад. В рационе пациента должны преимущественно преобладать овощи. Овощи имеют низкий углеводный индекс или гликемический индекс и положительно влияют на уровень сахара. Крахмалистую пищу нужно употреблять очень умеренно. Хоть мы и говорим, что высвобождаются эти углеводы медленно, но они тоже обладают высоким гликемическим индексом и тоже будут увеличивать уровень сахара в крови. Однако устроить саботаж могут и вполне безобидные овощи и фрукты. Их гликемический индекс меняется в зависимости от степени зрелости и способа переработки. У отварной свеклы, к примеру, он в два раза выше, чем у сырой. У моркови почти в два с половиной раза. Для сравнения, у картофельных чипсов и то меньше. Кстати, если уж никак не можете отказаться от картошки, то предпочтите ее сваренной в мундире, а не в виде пюре. Что касается фруктов, то тот же банан чем спелее, тем вреднее. Парочка виноград и изюм тоже преподнесут неприятный сюрприз. Устроим сегодня рыбный день. Запечем лимонемо в духовке. Нам понадобится, собственно, лимонема одна штука, соль по вкусу, оливковое масло одна столовая ложка, мелко нарезанная зелень укропа полторы чайных ложки, одна столовая ложка лимонного сока. Для гарнира возьмем брокколи и цветную капусту. Рыбу почистить и отрезать плавники. Сверху натереть тушку солью, сбрызнуть оливковым маслом. Запекать в духовке 20-25 минут при температуре 220 градусов. Готовую рыбку посыпать мелко нарезанным укропом и полить лимонным соком. В 100 граммах готового блюда – 254 калории. Еще чуть больше 28 калорий даст овощной гарнир. Приятного аппетита! И помните, ваше здоровье в ваших руках!